Федеральный научный центр пчеловодства прокомментировал катастрофическую ситуацию и назвал основные причины случившегося. Это теплое начало лета, из-за которого многие насекомые стали развиваться по укороченному циклу, и количество генераций вредителей выросло. Второй фактор – способность вредителей вырабатывать устойчивость к примененному инсектициду. В результате сельхозтоваропроизводитель вынужден применять все более сильные отравляющие вещества. К сожалению, ни сами руководители этих сельхозпредприятий, ни вышестоящие органы власти не предприняли в прошлом году должных мер для предотвращения этой ситуации в этом году. Хотя мы, пчеловоды, обращались с этим в прошлом году. Мор пчел, по предварительным данным от обработки пестицидами сельхозземель, может привести к серьезным последствиям. Гибель насекомых регистрируют в местах, где посеяно большое количество рапса. Это составляет примерно 15-20% в каждой отдельной области. Ненормированное использование пестицидов всегда приносило ущерб пчеловодству, а также популяции птиц и полезных растений. В этой проблеме нет ничего нового. Однако говорить о том, что в этом сезоне с ними стали перебарщивать, рано. Таких цифр пока нет. В 2018 году, по подсчетам Ростельхозцентра, было применено 65 тысяч тонн пестицидов. В 2016-м более 61 тысячи. И главное, что надзорного органа, который бы контролировал их применение, нет. В 2011 году полномочия, многие полномочия Ростельхознадзора, и как карантин растений, так и ветеринарии, они были отобраны, будем так говорить, из этой. Это вот именно по агрохимикатам и пестицидам. Для нового на сегодняшний момент, как нам говорит и пресс-служба Ростельхознадзора, эти полномочия были некому переданы. Еще одна причина гибели пчел – это расширение площадей для выращивания рапса. Как известно, на монокультуре развитие вредителей идет ускоренными темпами, что требует особенно сильных отравляющих веществ. Иногда доходит до комизма. Некоторым производителям выгоднее заплатить за гибель пчелиных семей, чем потерять весь урожай. Отдельного разговора заслуживает вопрос безопасности меда. Рано или поздно этот яд окажется во всех нас. С этим никак нельзя мириться. Состояние здоровья населения республики Мордовия и так достаточно низкое. А тут еще и такие обстоятельства. Не оставайтесь равнодушными к нашей проблеме. Она не только наша. Массовая гибель пчел привела к тому, что в разных районах Мордовии увеличилась отпускная цена на мед. Владельцы отдельных пасек просят уже 1850 рублей за трехлитровую банку. Евгений Волков, Игорь Гангаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова